Нас постоянно на протяжении всей жизни окружает нечто таинственное и манящее. А что может быть загадочнее и непонятнее, чем мы, женщины? Ведь именно мы, такие очаровательные и привлекательные создания, с давних времен вызываем сомнения, неуверенность, страх, страсть, а также уверенность, любовь и желание совершать подвиги. Не имея возможности до конца разгадать загадочную женскую душу, мужчины придумывают мифы, чтобы хоть немного понять тех, кто заставляет их сердца биться чаще. Но все ли так однозначно, и все ли аксиомы, распространенные о нас, правдивы на самом деле, или, может, с определенной долей лукавства, нам иногда выгодно, чтобы сильный пол считал их чистой правдой? Давайте разберемся с некоторыми из распространенных утверждений о нас, женщинах, и приоткроем завесу нашей таинственности. Первым мы рассмотрим миф о нашей безмерной любви к детям и о том, что мы от природы лучшие родители, чем мужчины. Да, именно мы рожаем и кормим детей грудью. Нас первыми видят наши маленькие, миленькие карапузики. Но оказывается, по мнению специалистов, гормональная реакция на младенцев от природы одинаковая у мамы и у папы. А еще человеческий организм и разум способны на родительство вне зависимости от пола. Да и что греха таить, жизнь показывает, что папы иногда более заботливы и терпеливы, чем мамы. По данным Центра углубленного исследования поведения в США выяснилось, что 9 из 10 жалоб на плач, шум и беготню детей в общественных местах приходят от нас с вами, а только одна из 10 от мужчин. Данные германского этнолога Граммера, исследовавшего несколько тысяч анкет клиентов врачных агентств, показали, что 60% мужчин не возражали против избранницы с ребенком и лишь 34% женщин не были против встретиться с одинокими отцами. Миф 2. По сравнению с мужчинами, мы, женщины, плохие работники. Согласно статистическим данным, наши с вами зарплаты, дорогие женщины, оказывается, едва ли дотягивает до 70% от зарплат мужчин. Поэтому и кажется, что мужчина более качественный и дорогостоящий работник. Но все это из-за того, что большинство нас, женщин, работает неполный рабочий день, заботясь о семье и детях. На самом деле мы старательнее, легче обучаемся, глубже вникаем в суть поставленной задачи, чаще соглашаемся на низкооплачиваемую работу, меньше употребляем спиртные напитки и справляемся с работой ничуть не хуже мужчин, кроме профессии, где требуется физическая сила. На третьем месте миф о том, что мы менее умны и все значимые изобретения – дело рук мужчин. Несколько лет назад Чикагский университет опубликовал результаты исследований шести масштабных тестов студентов американских колледжей. Так вот, оказалось, что девушки были в золотой середине по показателям интеллекта, зато юноши преобладали как в высшей, так и в низшей шкале графика. У сильного пола разброс в умственных способностей больше, и в итоге получается, что мы, женщины, обладаем более развитой логикой и более высокими показателями умственных способностей. А что касается гениев, то женщины здесь тоже имеются. Множество изобретений, без которых просто невозможно представить нашу жизнь, были сделаны нами, женщинами. Имена такие, как Марион Донован, Бетти Грэхэм, Мэри Андерсон, Хеди Ламар, Энн Мур, Жозефина Кокрейн, Мария Телкес, Дороти Кроуфуд-Ходжикин, Ата Лавлес Байрон, дочь лорда Байрона, Стефани Луиза Кволик, Мария Кюри и многие другие пережили века. Следующий миф о том, что именно мы, женщины, придумали моногамный брак. А вот и нет. Моногамный брак появился в период патриархата. Цель единобрачия – дать каждому мужчине шанс иметь семью, детей и продолжить свой род. В обществе, где законодательно закреплен моногамный брак, женщина может выбрать любого мужчину, согласно своим предпочтениям. Еще один миф – будто мы, женщины, слабое создание, и сильнее мужчин боимся пауков и змей. Если иметь в виду работу в угольной шахте или по разгрузке вагона с цементом, то, конечно, мы слабее и не можем работать наравне, ведь наша мышечная масса в среднем на 24% меньше мышечной массы среднестатистического мужчины. Зато мы намного легче переносим житейские невзгоды и запас прочности у нас намного выше. А насчет страха перед пауками, так по статистике арахнофобии мужчины страдают в 3-4 раза чаще, чем мы. А змеи являются традиционными домашними животными, как и кошки. Еще с древности змеи помогали нам по дому, ловили мышей, использовались в культовых ритуалах и колдовстве. И если брать статистику нападений змей на людей, то на одну укушенную женщину приходится 10 мужчин. Примерно такова же статистика нападений на людей крупных кошачьих. Видимо, это связано с тем, что мы, женщины, не так активно выделяем феромоны страха и агрессии при встрече с опасностью. Шестой миф о том, что мы, женщины, дольше живем. Все совсем не так на самом деле. Это не мы дольше живем, а мужчины раньше умирают. В жизни мужчин имеются 4 периода повышенного риска. Первый – это вторая-третья неделя после зачатия. По статистике, каждая десятая яйцеклетка, оплодотворенная сперматозоидом с Y-хромосомой, выбраковывается, так как несет нежизнеспособные мутации. Второй пик – возраст от рождения до 5 лет, когда смертность мальчиков значительно обгоняет смертность девочек. Третий пик – от 17 до 25 лет, когда юноши в несколько раз чаще девушек становятся жертвами несчастных случаев, убийств, драк и военных столкновений. Последний, самый опасный пик – это возраст от 36 до 50 лет, когда мужчины, находящиеся в полном расцвете сил, умирают в связи с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы. А вот после 50 лет шансы мужчин и женщин на долгую жизнь становятся фактически одинаковыми. Миф о том, что на планете нас больше, чем мужчин. И это совсем не так. Во-первых, мальчиков рождается больше. По последним данным, на 107 мальчиков в мире рождается всего 100 девочек. Во-вторых, в Индии и Китае этот дисбаланс усиливается искусственно. Многие родители решаются на аборт, когда узнают, что будущий ребенок – девочка. Там на 100 новорожденных девочек приходится 120 мальчиков. На сегодняшний день мужчин на планете намного больше, но все они ведут настолько рисковый образ жизни, что уже после 40 лет смертность от инфарктов, инсультов и прочих последствий не совсем здоровой жизни существенно повышается именно для мужчин. Остаемся мы – умные, красивые, нежные, заботливые женщины. Ну, пожалуй, пока все. Мы раскрыли некоторые из своих тайн. Мы не будем торопиться убеждать мужчин, что все их мысли о нас, женщинах, всего лишь мифы. Не зря же говорится, что сила женщины – ее слабости. Так зачем же убеждать их в обратном? А как думаете вы? Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok